С момента освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков минуло 75 лет. Уже выросло не одно поколение людей, знающие об этой великой войне только по книгам. Но память о тех, кто защищал и освобождал Анапу, живет вечно. Такие подвиги миллионов советских жителей не дают нам права забывать. Мы должны всегда помнить, какой ценой нам досталось это мирное небо. Мы должны передавать из поколения в поколение информацию о великом подвиге уже, наверное, прадедов, прапрадедов, всех тех, кто сложил головы за нас с вами, за нашу жизнь. Для немцев Анапа имела большое значение. Это был единственный порт Кавказского побережья, который они могли использовать в своих целях. Враг установил в городе комендантский час. Катя Соловьянова состояла в группе юных анапских патриотов под названием «Рассвет» и помогала партизанам. Донес на партизанку предатель. Во время диверсионной операции она была схвачена. Даже под пытками она не выдала товарищей и была приговорена к расстрелу. К этому времени ей было всего 20 лет. В 1965 году в честь нее переименовали улицу Бугурскую на улицу Катя Соловьянова. В том же году на улице установили памятную приту. Дина Григорьевна Врублевская стала свидетелем событий того страшного времени. В 1935 году она родилась на этой улице и вот уже более 80 лет проживает здесь. Начало оккупации Анапы помнит с трудом, зато ясно помнит, как освобождали Анапу. Тогда ей было 8 лет. В Новороссийске нас освобождали. Именно Новороссийске освободили. И потом уже начала освобождать Анапу. Я видела Катюшу, вот видела сама лично. Мама меня удерживала, я все-таки девчонка, знаете, мы тогда были очень шустрые. Выбежала, вот сюда выбежала и увидела Катюшу в виде, знаете, вот таких рельс. И вот как они стреляли, все это. Ну а потом, когда мы ходили уже на Бемлюк, специально ходили там за виноградом и прочее, то мы видели выжженные кустарники, все выжженные вот. А немцы отсюда бежали на Бемлюк. После освобождения города 21 сентября 1943 года Катя Соловьянова была перезахоронена вместе с другими погибшими в годы оккупации гражданами Анапы в братской могиле на высоком берегу. А к месту ее гибели благодарные анапчане каждый год приносят живые цветы. Руслан Душевский, Анапа. Регион.